Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С вами Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Витамины закрытого грунта. Правительство обсудили инвестиционный проект тепличного комплекса «Новочебоксарский». Дороги по заявкам. Прошел семинар по инициативному бюджетированию. Кирпичных дел мастер. В новом городе выбирают лучшего каменщика. Почти 4,5 часа сегодня Владимир Путин был на прямой связи с жителями страны. В московском гостином дворе президент отвечал на вопросы россиян в прямом эфире уже в 16-й раз. Особенности прямой линии 2018 в студии не было гостей. Вопросы обращения выводились на экран. Еще одно новшество – конференц-связь с федеральными министрами и главами регионов страны во время прямого эфира. Отдельный сектор для волонтеров. Они были задействованы на всех этапах подготовки и проведения прямой линии с президентом. Прямая линия с Владимиром Путином накануне эфира собрала уже почти 2 миллиона обращений. Во время их число перевалило за 2,5 миллиона. В эфире удалось ответить на 70 с лишним вопросов. Один из первых был о росте цен на бензин. Проблема, по словам главы государства, возникла в результате неточного регулирования в сфере энергоресурсов, что привело к стимулированию вывоза за границу сырой нефти. Меры по этому вопросу уже приняты и еще будут дорабатываться. Вопросы здравоохранения, обеспечения жильем, образования постоянно появлялись на интерактивных экранах и звучали из видеообращений. По теме онкологических заболеваний Россия будет развивать возможности для своевременной диагностики рака. Показатель раннего выявления таких болезней должен составлять 70%, а не 30%, сказал Владимир Путин. Звучали вопросы о пенсионном возрасте, обманутых дольщиках, об ипотеке для многодетной семьи. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Зовут меня Берховский Дмитрий. У нас с женой трое детей. Кроме троих детей у нас еще есть ипотечный кредит по ставке 13%, который мы взяли несколько лет назад. Недавно мы узнали, что в соответствии с вашим поручением правительство приняло постановление за номером 1711. Вот оно у меня распечатано, я специально его распечатал. Которое дает право на снижение ипотечной ставки с 13%, вот как у нас сейчас, до 6%. Для нас было бы это просто замечательным подспорьем. Но когда мы обратились в банк, нам сказали, что мы, к сожалению, не попадаем под данную программу, потому что у нас уже есть трое детей. И в случае рождения четвертого ребенка нам льгота не положено. Потому что в пункте 9 данного постановления написано, что льгота положена только в случае рождения второго или третьего ребенка. А про четвертого, пятого, шестого ничего не написано. Это проблема многих семей многодетных. У меня вот у приятеля 10 детей, и он тоже, получается, не может рассчитывать на эту льготу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотели бы к вам обратиться с просьбой как-то изменить этот пункт номер 9, чтобы он звучал следующим образом. Что данная льгота по снижению ставки до 6% распространяется на граждан, у которых рождается второй и последующий ребенок, последующие дети. Тогда данной льготой смогут воспользоваться и многодетные семьи, так как и сейчас пользуются семьи с двумя детьми и тремя. Огромное вам спасибо. Мы на вас очень надеемся. Что я могу сказать? Вы правы. Это решение, о котором вы сейчас сказали, которое изложено в постановлении правительства. Оно, я думаю, я сейчас разочарую, наверное, Министерство финансов. Оно ошибочно, и его нужно поправить. Президент согласился и обратился к Министерству финансов. Президент заверил россиян, что все вопросы, которые остались за кадром, будут проанализированы и проработаны. В Чувашии круглый год будут выращивать огурцы и томаты. В республике реализуется инвестиционный проект по созданию тепличного комплекса. Он строится на территории отлашевского сельского поселения Чебоксарского района. Ход работ глава Чувашия Михаил Игнатьев сегодня обсудил с инвесторами. Строительство тепличного комплекса началось в декабре прошлого года. В начале мая на площадке побывал глава Чувашия. Рабочие на тот момент завершили работы нулевого цикла. А к концу этого года на площади в 11 гектар возведут два тепличных блока, рассадное отделение, энергоблок и сервисный центр. И в декабре планируется ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс теплиц. Объект, стоимость которого 6,5 миллиардов рублей, выйдет на проектную мощность в четвертом квартале 2019 года. На сегодняшний момент вложены инвестиции в проект 1,9 миллиардов рублей. На данный момент мы идем в рамках дорожной карты и в рамках тех планов по производству работы, которые мы для себя поставили. На самом деле колоссальная помощь от правительства Чувашской республики, от Министерства сельского хозяйства, от Министерства экономического развития. На самом деле очень хорошая команда работает. За два года реализации инвестиционного проекта будут созданы более 500 новых рабочих мест. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. У регионального управления Министерства юстиции новый руководитель. На этот пост назначены опытные юристы-управленец Ольга Никонова. Сегодня ее представили главе республики. В органах юстиции Ольга Никонова работает свыше 15 лет. За это время прошла путь от главного специалиста до заместителя начальника ведомства. Получив служебный документ, вновь назначенный руководитель управления Минюста отметила, что продолжит следовать намеченному курсу и повышать качество работы. Это огромная честь и это огромная ответственность. Мной будут предприняты все меры для качественной деятельности управления в сфере защиты прав и законных интересов граждан и организаций в деле сохранения мира и стабильности в Чувашской республике. Ольга Николаевна в силу своей деятельности обеспечивает реализацию задач в сфере защиты прав и законных интересов граждан и организации обеспечения единого правового пространства. Руководителю управления Минюста необходимо решать большой круг задач. Ведомстве курируют работу адвокатов, нотариусов, ЗАГСов и деятельность некоммерческих организаций. В этой сфере немало уязвимых мест, которыми пользуются мошенники. И вот норматорские работы, вот правоприменительные практики, зависит от доверия людей к органам власти. При этом я говорил, еще раз хочу отметить, всегда нужно поступать по закону и по совести. Деловое, такое конструктивное взаимодействие налажено у кабинета министров и органов местного самоуправления. Мы выезжаем, ежегодно несколько раз в муниципальное образование, проводим публичные встречи и с депутатским корпусом, и с руководителем некоммерческих организаций, для того, чтобы получать достаточную достоверную справедливую обратную связь. Представить нового руководителя приехала начальник главного управления Минюста России в ПФО. На встрече с Михаилом Игнатьевым Сергей Быстревский отметил, что в республике соблюдаются все правовые основы. В Чувашской республике, я обратил внимание, что очень установленные сроки приводятся в соответствии с длительного неприведения, как так и есть в некоторых регионах, такого нет в субъекту нормативно-правых актов. Взаимодействие правительства региона и управления Минюста помогает решать оперативно задачи в сфере защиты прав и интересов жителей. Руководителю ведомства Михаил Игнатьев пожелал результативной работы. В Министерстве сельского хозяйства Чувашии прошел семинар-совещание по вопросам развития инициативного бюджетирования в субъектах. Актуальные вопросы с руководителями местных органов власти обсудили представители Всемирного банка и Центра инициативного бюджетирования Министерства финансов Российской Федерации. Идея привлечения граждан к управлению финансами, развитию общественной инфраструктуры, участию в различных программах не нова и в разное время приобретала разные формы. Инициативное бюджетирование, когда жители сами определяют первоочередные задачи по благоустройству и финансы участвуют в их решении, оказалось одной из самых удачных. Если даже эту небольшую сумму человек вносит, он по-другому начинает относиться к этим объектам. Мы видим на практике, они дольше эксплуатируются, меньше водализма, более корректные сметы, более подконтрольная получается реализация этих проектов. То есть именно запускается механизм такого хозяйского отношения. Это мои деньги, это мой проект, это мое село, я буду в этом участвовать, я буду смотреть, чтобы это потом должным образом эксплуатировалось. В Чувашии механизм инициативного бюджетирования внедрен указом главы республики с начала прошлого года. И за это время в сельских поселениях построено 13 участков автомобильных дорог, 19 детских игровых площадок, парковых зон. Проведен ремонт в 23 сельских школах, домах культуры, детских садах. Организовано водоснабжение, уличное освещение и благоустройство 27 сельских улиц. Список можно продолжить. Из республиканской казны было выделено более 50 миллионов рублей. На 2018 год объемы удваиваются. И мы сегодня планируем, что на эти цели, на реализацию проектов инициативного бюджетирования будет использовано не менее 113 миллионов рублей. За год Чувашия успела наработать положительный опыт работы по программам инициативного бюджетирования. По мнению экспертов, он будет полезен для других регионов. Должен сказать, что практически уникален, когда именно работа выполняется под эгидой Министерства сельского хозяйства. В большинстве регионов эту работу выполняют строго финансовые или экономические органы. Многие думают о том, как сохранить деревню, как сделать так, чтобы люди не уезжали оттуда, чтобы там было восстановлено и построено что-то новое, что-то то, чтобы заставило людей закрепиться на этой территории, конечно, в первую очередь молодежь, или вернуться после получения образования. Сегодня инициативное бюджетирование как форма работы используется не только в сельской местности, но и в городах Чувашия. Елена Гальперина, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика. Кто качественнее и больше всех положит кирпичей. В Чувашии за звание лучшего боролись каменщики. Кому-то из будущих жильцов нового города повезло. Сегодня лучшие каменщики республики возводили наружную стену одного из домов микрорайона. Таково задание конкурса. Данный конкурс у нас уже стал традиционным, проводится он ежегодно. В этом году принимают участие у нас семь звеньев представители пяти организаций. По итогам конкурса будут определены лучшие мастера своего дела. Евгений Васильев – один из самых опытных участников. В прошлом году именно его признали лучшим в профессии. Мне нравится, на природе работаем. Его самый молодой соперник Юрий Игнатьев участвует в первый раз. После школы закончил строительным техником. Получил квалификацию каменщика. Понял много домов, очень не знаю сколько наличия. Своего нет, но пока строительство только. На конкурсе каменщиков оценивается организация рабочего места, соблюдение техники безопасности, объем выработки за определенный промежуток времени и, конечно же, качество выполненных работ. Помимо почетного звания, победителя этого года ждет денежный приз. Ольга Пырочкина, Татьяна Реевская, Борис Андреев, Республика. Обширная деловая программа, около 200 развлекательных мероприятий, творческие и спортивные коллективы. Чувашия готовится отметить главный национальный праздник – День Республики. Праздничные мероприятия, которые запланированы в рамках Дня Республики, начнутся уже со следующей недели. 15 июня – День российского предпринимательства. 14 и 15 июня – конференция госкорпорации «Росатом». Но самые главные торжества начнутся с 21 июня. 21-23 июня – открытие новых производств. 22 июня – проведение заседания круглого стола Финансового комитета Госдумы Российской Федерации. 24 июня – проведение 12-й международной конференции гидродинамика больших скоростей и кораблестроения. 29 июня – проведение совещания с Ассоциацией алюминищиков Российской Федерации. Также планируется проведение 25-й межрегиональной выставки регионного сотрудничества без границ и 11-го международного фестиваля «Росатом». В этом году формат празднования Дня Республики изменился. Так, юбилейная 25-я межрегиональная выставка региона «Сотрудничество без границ» в этот раз пройдет на двух площадках – на Красной площади и в Речном порту. Выставочные павильоны оформят в виде улиц по различным отраслям – промышленность, здравоохранение, строительство, наука и другие. Творческие коллективы фестиваля «Родники России» в этом году выступят в каждом муниципалитете. А участников конкурса «Русь-мастеровая» примет город Мариинский посад. На набережной строится сцена на воде, воссоздается купеческий город 18 века. В ходе мероприятия будут созданы три чудо – это каравай, чудо-ковер, расписные чудо-корабли будут, которые проплывают вдоль берега расписными яркими парусами. То есть это все дело композиции на воде будет, и живой оркестр на воде. Ярким событием Дня Республики станет выступление сводного детского хора «Чуваши». Сейчас ребята каждый день репетируют с ведущими хормейстерами Республики. Специально для этого в лагере «Солнышко» впервые организовали профильную смену по хоровому творчеству. Основные торжества пройдут в столице Чуваши и Красноармейском районе Республики. В обоих муниципалитетах на финишной прямой – строительство дорог, благоустройство территорий. По селу Красноармейского, значит, планируется выполнить работы на автомобиле дорог регионального и межмуниципального значения. Это два участка – Цивильско-Красноармейская, Плюс-Рема и Врунару-Беево-Красноармейская. По первому объекту – это у нас подрядчик ТУЗ, по второму – Водорстрой. Завершение работ по укладке с валютом покрытия планируется до 12 июня, а уже разметку сделано до 18 июня. Глава Республики Михаил Игнатьев напомнил, что все строительные работы должны быть завершены в кратчайшие сроки, чтобы главный праздник Республики прошел на должном уровне. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Третий день. Самые активные и целеустремленные молодые люди живут в Заволжье. Во всю идет 10-й молодежный форум регионального развития «Молгород-2018». «Счастье на Волге» – так сформулировали главный хэштег юбилейного форума. Даже невооруженным глазом видно, в этом году он отличается от предыдущих. Все оформлено по-новому в белых-голубых цветах в честь «Волги». Изменились и образовательные площадки, увеличилось их количество. Эксперты обучали участников лидерским навыкам, ведению бизнеса, реализации своих идей. Учили и правильно выражать свои мысли и доносить их до широкой аудитории. Основные правила текста, основные правила любого вообще высказывания, любой программы, любого видео, любой статьи, там все, что вы делаете. В ней всегда должны быть ответы на пять вопросов. Кто это делает или кто главный герой? Что он делает, этот человек, да, или предмет, если он у вас будет? Где это происходит? Потому что людям важно это знать. Когда это происходит? Как это происходит и почему? То есть, если у вас есть ответы на эти шесть вопросов, то это, скорее всего, отличные, удачные тексты или видео, потому что людям будет все понятно. За часом теории последовал час практики. Участникам дали задание снять короткое видео про свою жизнь в формате новостей. Мы переходим к главным новостям. Сегодня состоялось открытие 10-го юбилейного Молгорода. И у нас на связи Данил с места событий. Данил? Да, Александр. Сейчас я покажу, как проходит день на Молгороде. В итоге победителем стала Ирина Петрова. Ее видео рассказывало историю маленькой девочки, которая мечтала получить олимпийскую медаль. Но у жизни были другие планы. Девочка получила травму, перенесла несколько тяжелых операций. Несмотря на это, она встала и пошла дальше. Она узнала, что спорт – это не главное. А главное – просто жить, просто радоваться мелочам. И просто быть счастливым. Уже завтра на площадке технологии МассМедиа в качестве эксперта выступит ведущий Первого канала Максим Шарафуддинов. А 9 июня о выживании и профессиональной этике на войне расскажет военный корреспондент ВГТРК Александр Естегнеев. Так что до встречи на Молгороде. Юлия Важенина, Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Завершит наш выпуск полезная информация. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания. Кредит в России зарекомендовал себя как средство решения финансовых проблем. Это подтверждают цифры. Растут суммы кредитов и их количество. На что же тратят взятые деньги наши соотечественники? Направление кредитования меняется вместе с временами года. Весной – это подготовка к дачному сезону и ремонту. Ну а летом добавляется еще отпуск и свадебные торжества. Как видим, есть масса вариантов, куда потратить средства. Какие суммы и какие условия готовы предоставить банке простому клиенту? Сегодня суммы, которые можно оформить в банках, растут вместе с запросами граждан. Так, например, в банке «Восточный» мы предлагаем кредит «Большой сезон» до 1 миллиона рублей. Наши аналитики посчитали, что на удовлетворение всех основных нужд – ремонт, отпуск, дача и так далее – этого вполне достаточно. Однако не стоит забывать о том, что многие россияне уже имеют один или несколько кредитов. Как быть им в преддверии сезонных трат? Оказывается, и здесь поможет решение от «Восточного банка». «Большой сезон» может оказаться полезен тем, кто уже обладает более дорогим кредитом. За счет большой суммы и фиксированной процентной ставки можно направить средства на погашение старого кредита. Кредит – универсальный инструмент для финансового благополучия. И уже сегодня можно говорить о продуктах, которые ориентируются на лучшие мировые образцы. Такие, как кредит «Большой сезон» от «Банка Восточный». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин